МКБ-10, Ку-87-0-87-5 Общие сведения Синдром маски Кабуки Синдром грима Кабуки получил свое название по внешнему виду и выражению лица больных, предающих им сходство с персонажами одноименного японского театра. Известно, что актеры театра Кабуки наносят на лицо специальный грим, особо выделяя глаза и брови, а в кульминационные моменты представления застывают на месте, устремив взгляд в одну точку и сводя глаза к переносице. Патология описана в 1981 году двумя авторами, представившими наблюдения за пациентами с характерными фенотипическими чертами и в их честь именуется также синдромом Яка Вакуроки. Синдром относится к категории орфанных, в Японии его частота составляет 1,32 тысячи, на Западе 1,86 тысяч. На сегодняшний день описано порядка 350 случаев заболевания. Синдром Кабуки причины патологии имеет гиперогенную теологию. Известно, что синдром является врожденным. Большая часть диагностированных случаев заболевания носит спорадический характер и развивается вследствие мутаций, возникающих до нового. Факторы, влияющие на изменчивость, не определены. В 2010-2012 ГФГ изучены две наиболее часто регистрируемые наследственные формы синдрома, в основе которых лежат мутации генов КМТ-2Д-МЛО-2. Ген кодирует лизинспецифическую метилтрансферазу-2Д, расположен в Лакусе-12КУ-13-12. Мутация вызывает первый тип заболевания КС-1 с аутосомно-доминантным наследованием. Обнаруживается у 70% пациентов. КДМ-6-й. Ген расположен на участке КС-11-3, кодирует лизинспецифичную 6-адиметилозу, выступает кофактором КМТ-2. Генный дефект связан с развитием второго типа синдрома КС-2, имеющего наследование, сцепленное с х-хромосомой. Составляет около 5% случаев патологии. В генетических исследованиях встречаются данные о сочетании синдрома Кабуки с другими наследственными заболеваниями, синдромом Фрейзера, гипокалимическим периодическим параличом, синдромом Фанкунии, сахарным диабетом одного типа. Сообщается о наличии у больных структурных перестроек хромосом, таких как кольцевая Х-хромосома, транслокации, дупликации, инверсии 8-хромосомы. Относительно небольшая выборка пациентов и сравнительно недавнее внедрение молекулярно-цитогенетических методов диагностики оставляют перспективы для дальнейших исследований теологии синдрома. Патогенез ввиду неполной изученности причин синдрома НИКава к уроке патологические механизмы также остаются недостаточно ясными. Наиболее освещены роли влияния мутаций в генах КМТ-2Д и КЕДМ-6И. Оба гена выступают эпигенетическими регуляторами модификации гистонов ядерных белков и играют важную роль в процессе экспрессии генов. Дефекты тодируемых ими ферментов изменяют метилирование лизина в гистоне H3, что приводит к развитию гетерогенных врожденных аномалий. Черепно-лицевых, скелетных, дисцеральных, неврологических и эндокринных нарушений. Кроме этого КМТ-2Д и КЕДМ-6И принимают участие в дифференцировке наивных CD4 плюс Т лимфоцитов в иммунокомпетентной клетке. Этим объясняется тот факт, что у многих пациентов с синдромом Кабуки отмечаются иммунные нарушения, проявляющиеся как снижением противоинфекционной защиты, так и аутоиммунными расстройствами. Осложнение потенциальное осложнение тесно связано с теми мультисистемными поражениями, которые имеются у ребенка. У новорожденных возможны серьезные нарушения сосания и глотания, требующие установки желудочного зонда или гастростомы. Также в младенчестве отмечаются необъяснимые эпизоды гипогликемии, угрожающие переходом в гипогликемическую кому. Врожденные пороки сердца могут вызывать серьезные гемодинамические расстройства, требующие проведения кардиохирургических вмешательств. Частые ОРВИ нередко осложняются отитами и пневмониями. Прогрессирующая атрофия зрительных нервов может приводить к слепоте. У больных с синдромом Кабуки имеется повышенный риск развития лимфолейкоза и нехадшкинских лимфом. Диагностика Основная проблема диагностики – низкая информированность специалистов первичного звена о данном синдроме, отсутствие четко выработанных клинических критериев и методов лабораторной верификации заболевания. Диагноз в основном устанавливается на основании фенотипических маркеров, в крупных медицинских центрах доступно генетическое тестирование. Первичная диагностика проводится генетиком, однако пациенты с синдромом Кабуки требуют обследования и курации целым рядом специалистов. Педиатром, кардиологом, неврологом, ортопедом, урологом, иммунологом, ортодонтом и т.д. Этапы обследования включают портретную диагностику. Ядро признаков составляют лицевые сигмы, отставание в росте, скелетные аномалии. Кроме высокочастотных проявлений учитываются и редко встречающиеся атипичные признаки, известные по описаниям отдельных клинических. Наблюдение витилиго, множественной гемангиомы, гипоспадия. Генетические исследования. Выполняются в специализированных лабораторных центрах. Позволяют изучить мутационный статус генов MLL2 и KDM6. Для проведения высокоточной диагностики используются методы флуоресцентной FSH и сравнительной геномной гибридизации на микрочипах ACGH. Обязательно обследование родителей на наличие аналогичных мутаций. Лабораторную диагностику. Гемограмма характеризуется тромбоцитопенией, лейкопенией, нитропенией. Для обнаружения сопутствующих нарушений проводятся гормональные и иммунологические анализы. Исследуется гликемический профиль уровень гормонов щитовидной железы и гипофиза иммуноглобулинов ЦИК. Инструментальное обследование. Осуществляется с целью выявления сопутствующих органных нарушений. Первоочередная диагностика включает их окузи органов брюшной и полости почек, рентгенографию костей и позвоночника. При эписиндроме выполняется видеоэгэ-мониторинг. Дополнительно проводится офтальмологическое обследование, аудиометрия. При высоких рисках рождения ребенка с генетическими аномалиями назначается инвазивная пренатальная диагностика с последующим полногеномным секвенированием. Дифференциальная диагностика осуществляется с другими генетическими синдромами, сопровождающимися множественными нарушениями развития. Ди Джорджи Вандервуда, Мельника Фрейзера, Эйлерса Данула, Чарджи и другими. Лечение синдрома Кабуки ввиду генетической детерминированности заболевания полное излечение невозможно. Стандарты терапии синдрома нерегламентированы. На практике применяется симптоматический подход к устранению тех нарушений, которые мешают развитию ребенка. Хирургическая патология, грыжи, ВПС, расщелина, ЧЛО, отрези анального канала, крипторхизм и тому подобное устраняются в ходе оперативного лечения. Сопутствующие аутоиммунные расстройства коррегируются назначением глюкокортикоидов, иммуносупрессоров, моноклональных антител. Рецидивирующие инфекционные процессы диктуют необходимость применения антибактериальных средств внутривенного введения человеческого иммуноглобулина. При выявлении диабета первого типа решается вопрос о назначении инсулинотерапии.